Короче, люблю, умираю. А творчество, оно все время здесь. Рассада и поэзия – ее страсть. Галина Колесникова – нетипичная поэтесса. Работала на заводе «Кристалл», боролась с болезнью, в какое-то время с бедностью и всю жизнь с несправедливостью. Все материалы до сих пор пишет от руки. Технике женщина не доверяет. Она написала более 500 стихотворений. К творчеству поэтесса и писательница пришла через собственную боль. В 35 лет у меня отнялись ноги. Я почти 6 лет скиталась по больницам. Я увидала столько человеческого горя, я начала изливать это на бумагу. Даже один из первых поэтических вечеров она провела в палате, когда заново училась ходить. После этого стала ясна – литература – это ее судьба. С 90-х годов Галина Колесникова переживает за свою страну, когда видит заброшенные фермы, заросшие поля и забытую в школах литературу. Тропочка узкая-узкая вдаль пролегла. Где же это кровь наша русская маху дала? Мы стали потребителями. Нам надо всего и сразу. В этом году Галине Колесниковой исполнится 70 лет. 50 из них она счастлива в браке. Как поэтесса и писатель женщина состоялась. Но что более важно для Галины, она состоялась как мама, бабушка и жена. Поэтому и можно сказать, что наша героиня – нетипичная поэтесса. Сначала семья, а уже потом творчество. Уже вот этого поэтического духа, вот этой вот жилки, вот этого нерва уже нет. И поэтому, когда ко мне приходит через какую-то боль, через какую-то боль, через преодоление, я пишу. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.